Это строение в микрорайоне Левобережный вне закона. На него нет разрешительной документации. Между тем в павильоне кипит работа. Мастер меняет клиенту колеса. Вот это здание, оно незаконно построено. Мы нет никакой документации. Эти известия работника самостроя нисколько не удивили. Просим его связаться с начальством по телефону, хотим с ним обсудить перспективы бизнеса. Молодой человек не спешит звонить, говорит минут через 20. А между тем межведомственные комиссии по пресечению самовольного строительства уже принято решение демонтировать это строение. Можете, когда для этого это работает? Ежемесячно на территории Химок всплывают десятки незаконных построек. Львиная доля из них – коммерческие объекты. Например, не имеет права собственности огромное складское помещение, расположенное на Ленинградской 4, всходнее. И вот этот продуктовый магазин площадью 76 квадратных метров в центре Химок также не зарегистрирован. Парковок в перечне незарегистрированных объектов тоже немало. Вот на Вашутинском шоссе 15 предприятие оградило подстоянку участок государственной земли и незаконно установило шлагбаум. Гришат и частные лица во дворе дома на Юбилейном проспекте. Уже 7 лет стоит вот этот гараж. Пока одни самостроевцы лишь мешают соседям, другие, ко всему прочему, не платят налоги. А их строения могут нести угрозу жизни. На ежемесячном совещании межведомственной комиссии по каждому незаконному объекту идет разбор. Например, по незаконным шлагбаумам, гаражам и голубятням глава города Дмитрий Волошин дал команду не сносить, а легализовать. Или подыскать новое место. Они не представляют опасности и с ними можно повременить. Где жители исторически паркуют транспорт, и они уже соорудили какие-то сооружения, сейчас взять их откуда выгнать, это неправильно. Я это категорически запрещаю делать. На самый крайний случай мы можем участок оформить в муниципальном, выделить деньги в бюджете, это незначительная сумма. И построить, допустим, крытую автостоянку, передать ее на обслуживание в управляющую компанию, и пусть управляющая компания ей занимается. А вот вопрос по капитальным объектам, складским помещениям, заправкам и магазинам должен быть решен максимально быстро. При этом глава Химык тоже ставит задачу не сносить объекты, а идти на сотрудничество с предпринимателями и легализовать незаконные строения. Правда, при условии, что объекты соответствуют всем нормам строительства и безопасности. Мы заинтересованы в этом, потому как мы хотим помогать нашему бизнесу, это наши бизнесмены, наши жители зачастую, и наши налогоплательщики. И все понимают прекрасно, что сегодня, как говорится, проще прийти самим в администрацию, сказать, что есть такой объект, есть такая проблема, при которой нужна помощь, и администрация будет помогать с оформлением документов. За два года работы комиссия рассмотрела 790 объектов, и лишь 200 самовольных построек были снесены. Большинство ступило на путь легализации, и этот механизм у муниципалитета отлажен. Потенциальный правообладатель объекта совместно с администрацией обращается в суд. Судом будет запрошена строительная экспертиза, и если данная экспертиза подтвердит, что объект соответствует строительным нормам и правилам, и не угрожает жизни и здоровью окружающих, право на него может возникнуть на основании данного судебного акта. Впрочем, бывают и безвыходные ситуации, когда здание построено на чужой земле в обход муниципальных торгов. Тогда этому самострою уже ничем не помочь, и его ожидает снос. Александр Сергеев, Алексей Сыченко, Химки ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова